Вечерний РБК с Анной Забродой Это сообщение написала Давайте постепенно переходим Кто-то, кстати, пишет, Елена Что лучше вообще избегать хлеба Здесь, знаете, дискуссия продолжается Среди диетологов, нутрициологов И прочих специалистов У всех разная позиция Какого-то единого мнения По поводу хлеба И тут еще важно, какого хлеба Я, по крайней мере, не видела Если видели, можете ссылку скинуть Я с удовольствием почитаю Переходим постепенно ко второй теме Нашего эфира 74 692 заболевших коронавирусом За сутки И, по словам Мурашка, дети заражаются Омикроном в 2,5 раза чаще Чем другими штаммами коронавируса В Москве прекращается сейчас Плановая госпитализация В детские больницы на 3 недели пока Об этом сообщил Депздрав Ну и причина, естественно, роста заболеваемости Среди детей За 2 недели число заболевших выросло в 14 раз С 2 тысяч в неделю до 28 Только по Москве Госпитализации в 10 раз 120 детей в сутки Попадают в больницы Конечно, эти изменения временные Не распространяются на плановую госпитализацию То же самое мы с вами вчера обсуждали И по взрослым Если это касается пациентов С какими-то очень тяжелыми заболеваниями С онкологическими Гематологическими В отношении детей И при других там состояниях При которых нельзя просто человеку не оказать помощь Это угрожает его состоянию И даже жизни То есть экстренная медицинская помощь Она оказывается в полном объеме Без исключения Департамент здравоохранения уточняет Всем детям Но и взрослым, естественно, тоже В Санкт-Петербурге Госпитализация с коронавирусом За сутки выросла почти в два раза Побила рекорд предыдущей волны пандемии И несовершеннолетним С 28 января по 13 февраля Запрещено посещать музеи, театры, цирки и зоопарки Заметьте, про школу таких разговоров нет На удаленный формат переводят Дополнительные образовательные программы Для детей и подростков Которые внешку проходят И запрещено посещение секций, кружков и студий В очном формате Но чем омикрон опасен для детей Как защитить ребенка от вируса На какие симптомы Прежде всего обращать внимание родителям Когда уже действительно надо бить тревогу Вызывать скорую И стоит ли сейчас ограничить посещение садов и школ Об этом мы поговорим с педиатром Ваши вопросы я уже видела Сейчас их прочитаю Либо можете позвонить Задать 730-101-кот-москвы-495 Это прямой эфир И для сообщений 7903-797-6333 Кстати, если у кого-то сейчас ребенок болеет Или совсем недавно переболел Буквально несколько дней назад Расскажите, пожалуйста, какие симптомы были Как перенесли И, конечно, если у вас был подтвержденный диагноз Потому что не все тесты сдают И мы тогда не можем с уверенностью говорить о том, был это коронавирус или нет В Роспотребнадзоре предупредили о достаточно опасной особенности Омикронштамма у детей Он поражает бронхи И может потребоваться госпитализация В том числе в отделении реанимации Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора И по совместительству председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов Врачи выявили определенные особенности течения коронавируса у детей Обычно старт болезни проходит, скажем так, стереотипно Но иногда отмечается проявление бронхиолита Который требует обязательного участия врача А иногда даже и госпитализации Это такая расширенная трактовка Роспотребнадзора Ко всему прочему, у каждого третьего ребенка отмечается диарея По словам инфекциониста Чаще всего патологии подобные встречаются у детей В возрасте от 2 до 5 лет В общем, если у ребенка сильный кашель, диарея Обратите внимание, возможно, это действительно Та самая модная сейчас, в кавычках, модная болезнь Сколько нам еще нужно продержаться Вместе с вами и с нашими детьми По данным Собянина, рост заболеваемости коронавирусом В Москве может продлиться еще где-то 2 недели Но увеличение людей на ИВЛ за последние недели практически не происходит Зато нагрузка на поликлиники, о чем мы с вами уже говорили Выросла в 4 раза Нагрузка на колл-центры достигает 40 тысяч человек в час Это почти в 20 раз больше, чем в обычные дни Мы сейчас с вами и с нашим гостем попытаемся немного разгрузить колл-центры Надеюсь, у нас это получится Ответить на популярные вопросы родителей У нас на связи Мария Снегоцкая, врач-педиатр, кандидат медицинских наук Мария Николаевна, здравствуйте Да, добрый день Много вопросов, я сейчас начну со своих Постепенно буду переходить на вопросы наших слушателей и зрителей Вообще дети болеют достаточно часто Насморк, кашель, это история стандартная И обычно родители даже знают, как у ребенка все протекает С чего начинается, как идет и как быстро заканчивается Поэтому сейчас очень важно понять Это очередная легкая простуда Или, возможно, омикрон На что смотреть? Сейчас симптоматика достаточно сложная Потому что, с одной стороны, это похоже на типичное РЗ С другой стороны, не совсем Потому что очень сильная заложенность носа У некоторых детей бывает понос или рвота Но это тоже трудно доказуемо, что это именно коронавирус И появляется сильный кашель Но вот эта заложенность носа, наверное, сильная, сильная И насморк с первых дней Более характерна для омикрона сейчас Поднялась температура? Сбивать или нет? Это вообще вопрос вечный, мне кажется Ну, если у ребенка нет никаких неврологических показаний Ребенок здоров То температура 38,5-38,7 Не является критичной для ребенка И можно ее пока не сбивать Если ребенка хорошо переносит Если она поднимается до 39 То желательно ее сбить Но не ниже 38 градусов То есть сбиваем температуру до 38 И успокаиваемся? Да Отлично Марина Николаевна, я видела заявление врачей Что омикрон особо опасен сейчас для детей младше 5 лет Согласны ли вы с этим? Если да, то почему? Ну, за последнее время, за последнюю неделю Очень много звонков от родителей У которых родители сами провели тест И подтвердился омикрон Или у кого-то членов семьи подтвердился омикрон То есть можно думать, что ребенок тоже заболел Ну, все те дети, которые до 5 лет родители звонили Никакой типичной симптоматики или тяжелой Мне, слава богу, не встречалось То есть типично протекает Как, ну, такое неприятное ОРЗ Что подразумевать под тяжелым течением? Если ребенок в больницу попадает Официальные данные Департамента здравоохранения Московского Что растет число госпитализаций среди детей? Дело в том, что госпитализации Подлежат дети с высокой температурой Если ребенок наблюдает постоянно у какого-то врача И врач берет на себя ответственность И знает, что родители адекватные То не всегда требует высокой температуры госпитализации Только наличие тяжелых показаний Или отсутствие должного ухода за ребенком Ну, также подозрение на пневмонию Одышка Я просто пытаюсь понять, как действовать родителю Вот можем ли мы сейчас какую-то рекомендацию дать Вот пошаговую Если у ребенка проявились симптомы У родителей есть подозрения, что возможно это омикрон Предположим, что они даже сами покупают тест Делают его в домашних условиях Он положительный Что дальше? Если температура меньше 38 градусов То, в принципе, наблюдаем Если температура выше 38 градусов Вот где тот момент, когда нужно вызывать уже врача И вызывать даже скорую, возможно? Ну, не всегда температура является 100% показателем госпитализации Можно с температурой 37,3 госпитализировать ребенка Если ребенок в тяжелом состоянии отказывается от еды У него признаки интоксикации Или он тяжело переносит свое состояние То есть есть признаки того, что дело не только в температуре А то, что у ребенка действительно какая-то есть более тяжелое течение заболевания И поэтому госпитализации не только подлежат детям с высокой температурой Если ребенок не сбивает с температуры до 40 градусов Или поднимается каждые 3 часа И это требует постоянных вызовов скорой помощи Конечно, такой ребенок, наверное, сообразно наблюдать в стационаре Но если 39 температур ребенок легко сбивается от температуры до 38 Ребенок не теряет ни аппетит, ни активность То явно, что этого ребенка можно наблюдать Опять же, до 3 дней сейчас он микрон Температура у детей держится до 39 Но при снижении температуры здесь себя чувствует достаточно нормально Поэтому я не вижу смысла госпитализации Уточню, до 3 дней может держаться температура до 39 градусов Это, в общем-то, считается неким средним показателем Ну, вариантом обычно, да Слушатели нас уточняют, Михаил Спензе пишет Как можно температуру до 38 сбить? Ну, я так понимаю, имеется в виду, что температура может, конечно, быть и ниже Но хотя бы до 38, если она опускается, то это уже неплохой показатель Дело в том, что просто разработаны методические рекомендации По жаропонижающим препаратам Сейчас предпочтение дается в парацетамолу Дозы, которые идут по возрасту, они достаточно невысокие Поэтому родители ждут, что при небольших дозах Должна сбиться температура очень низко, до 36-6 Так вот, те дозы, которые подобраны для детей Они не позволяют сбить температуру очень низко Поэтому надо рассчитывать на те дозы, которые указаны в инструкции А если родителям хочется сбить еще ниже То, естественно, дозы приходится поднимать И они становятся в два раза больше тех дозировок Которые указаны в инструкции по препаратам Марина Николаевна, вообще, в целом, как сейчас коронавирус лечат? У детей именно? Ну, среди моих пациентов, которых подтвердилась инфекция Ну, то есть родители смогли сделать Или у кого-то из родителей микрон Они никак не лечат Просто обильное питье и снижение температуры, когда 39 Никаких специальных препаратов Вызываются врачи И по решению врача, соответственно, какие-то препараты назначаются Либо госпитализация, да? Антибиотики Ну, только при тяжелом состоянии Да, антибиотики У нас до сих пор многие взрослые любят их применять по поводу и без Тем более, до сих пор, я не знаю почему Но заболевшим коронавирусом врачи бесплатно приносят эти препараты Есть медики, которые в этот момент говорят, что если у вас нет очень высокой температуры То пить их не надо Кому-то такого вообще не говорят И люди пьют антибиотики даже при очень небольшой температуре Ну, уже, слава богу, в течение последних двух лет антибиотики только рецептурный препарат Поэтому довольно сложно Хоть и получается у родителей купить антибиотики Но все-таки это не так просто, как было раньше Естественно, так как это вирусное заболевание То показаний к антибиотикам абсолютно нет Только при наличии сопутствующей патологии или каких-то осложнений Осложненных течений Поэтому, естественно, когда родители говорят, что мы выпили антибиотики, а температура не упала То логики в их вообще восприятии антибиотиков никакой нет Антибиотики это микробы Ну, никак не коронавирус Мария Николаевна, по поводу госпитализации В случае тяжелого течения, куда везут ребенка? Потому что мы знаем, что для взрослых открыты ковидные госпитали Для детей? Ну, я, по крайней мере, не слышала, чтобы разворачивались какие-то отдельные госпитали и помещения Вашляевое отделение есть по ковиду Шестая больница Морозовская И сейчас, скорее всего, заходит девятая под ковид То есть Это те учреждения, те организации, которые оказывают и плановую помощь И в том числе, поэтому сейчас она в Москве приостановлена Ну да, плановую сейчас и выписывают детей, которые не требуют госпитализации И в больнице перепрофилируют под ковид Спасибо за пояснение Маринка, на Ваш взгляд, у нас слушатели как раз интересуются В предыдущие годы, когда был грипп, классы периодически закрывали Сейчас у нас тоже классы закрывают, если у детей выявляется коронавирус У кого-то положительные тесты Но это решение у нас не централизованное, не федеральное В отдельных школах, в отдельных городах и так далее На Ваш взгляд, надо ли закрывать сады и начальные классы Сейчас отправлять всех детей по домам, чтобы их не заражать? Ну, по моему наблюдению, тяжелое течение я пока, слава Богу, не наблюдала у моих пациентов Я действительно знаю, что закрывают и классы, и школы детей отправляют Они дома сидят, и дома они точно так же заболевают Очень многие позвонили, что у них закрыт класс, и тем не менее Возможно, потому что они не сидят дома Ну, во-первых, родители уже тоже куда-то ходят А так как он очень заразен, то любой из родителей с насморком Тоже так же может заразить своего ребенка Поэтому целесообразности я не очень вижу Если бы это было очень тяжелое течение заболевания То да, конечно, тяжесть течения обуславливает Там какие-то противоведенические, такие серьезные мероприятия Ну, я думаю, все равно все должны переболеть Заразность очень высокая Болеют все семьями Хороший вопрос от нашей служительницы Нет ли ощущения, что выросло не число заболевших детей А число тестируемых А тестов действительно стало больше? Ну, во-первых, да Многие родители до сих пор, кстати, не знают о том, что можно купить тесты и сделать дома Это удивительно Но тем не менее Все удивляются и вызывают тогда врача Чтобы сделали мазок На ПЦР из носа Именно из поликлиники Конечно, в поликлинике просто завалена сейчас работа Эти тесты везде продаются, цена их не столь высока, там, в районе тысячи рублей И грамотно провести это сирование в носу, это не проблема, сделать своему ребенку Но тесты не всегда подтверждают и могут подтвердить омикрон только через дня три от начала заболевания Поэтому радостно, там, хопить в ладоши, что это не омикрон, потому что тест пришел отрицательный Это не очень правильно сейчас А проявляется омикрон в течение какого времени? В течение примерно 3 дней может появиться То есть положительный тест И как раз вот в этот момент Вместо первых дней Ну, потому что это же сложно сделать, да Потому что это же надо дойти до задней стенки глотки Не все дети дают возможность Правильно, так откровенно поковыряться все в носу Марина Николаевна, мы тему омикрона среди детей, среди подростков обсуждаем уже третий день в наших эфирах И родители спрашивают, что сейчас делать Вот если есть опасения водить ребенка в сад или в школу Точнее, не водить ребенка в сад или в школу Вы что посоветуете? Я посоветую, конечно, водить Почему? Ну, потому что все равно мы должны все его перенести Как и обещали, что в конце концов вирус будет менее токсигенным для населения Но более заразным Протекаясь в более легкой форме Поэтому сейчас и снизился срок изоляции до 7 дней А не 14, как было, когда ожидали на 8-9 день Присоединение пневмонии, ухудшение состояния и тому подобное Но, к сожалению, нет у нас информации Что не приводит омикрон к смертности Не повышает смертность Вчера мы тоже это обсуждали в наших эфирах Пока у нас цифры немного Не то чтобы запоздалые, но не самые показательные И только через какое-то время мы увидим Как омикрон все-таки влияет на смертность Мария Николаевна, я вас хочу попросить остаться еще в нашем эфире Мы через 2 минуты вас снова подключим Если есть возможность, можете на линии повисеть Если нет, можем через 2-3 минуты вас набрать Хороший вопрос от наших слушателей Как сейчас поддержать иммунитет ребенка? Да и, я думаю, взрослым эти советы тоже понадобятся Продолжим через 2 минуты Мы благодарим наших рекламодателей Спасибо за размещение Ань Прекрасный эфир Мне очень нравится Да ты сидишь и не слушаешь Я слушаю Или тебе после Евгения Рафхатыча он понравился? Мне понравился Евгения Рафхатыча Будем говорить честно Напоминаю, что она слышно на ютюбе Так я ничего такого и не знала Хорошие, милейшие собеседники Так вот Ты мне напишешь смс? Да, как вчера А он дяденька или дедушка? Ты забыла? У нас с тобой разные системы измерения По моей градации Дяденька Понятно Дяденька так, дяденька Грипп исчез Нет, грипп не исчез Если вчера эфир слушали Или позавчера Мы говорили как раз о том Что грипп, он никуда не делся И в этом году активизировался Более того, в Европе Специалисты говорят, что сейчас Ну не сейчас, через какое-то время Может начаться трендемия То есть эпидемия коронавируса И эпидемия гриппа Это когда? В марте? Даже ближе к лету, по-моему О нет, к лету не мали Это в Европе В Европе Хотя у нас, в принципе Через 2-3 недели Доходит все то же самое, что у них Такой вот умереть 17 марта Кстати, от слушателей Теревого дождя История Много знаменитых жемчужин Жемчужину, которую Юлий Цезарь подарил Матери Грунта Жемчужина Филиппа II Испанского Стоимостью Да, и вот у нас вчера специалист Говорила, что из-за того, что прививки Перестали делать Показалось На какое-то время Что грипп вообще куда-то пропал Он видоизменился И даже есть сомнения У специалистов О том, что те прививки, которые есть сейчас Будут эффективными Дело в том, что Жемчужина Живет Не более 150 лет А потом К сожалению Трескается И Распается Удивительный ряд Рекламный Серебряный дождь 643 101 Вечерний РБК С Анной Забродой Мария Николаевна, вы с нами? Да Да Несколько сообщений от слушателей Николай интересуется Пришел врач Экспресс-тест Показал положительный результат Еще был взят ПЦР-тест Его результат через сутки отрицательный Так это омикрон или нет? Температура 2 дня 39,5 была Вот в таком случае Как родителям? На что ориентироваться? Все-таки если был положительный То считать, что это омикрон? Ну, с моей точки зрения Я считаю, что это положительный Угу Соответственно Да, мы проговорили Были положительные Пришли врачи Сказали отрицательные Я считаю, что это было положительным Хотя мы эту тему затрагивали уже Но все-таки Еще раз повторим Потому что слушатели Может быть не подключались К эфирам вчера или позавчера Вопрос Куда делись другие вирусы Гриппы в частности Почему о них молчат? Но О них никто не молчит Более того Предупреждение От Роспотребнадзора Было, что у нас Грипп фиксируется И достаточно активно Да, гриппа Он фиксируется Еще с октября месяца Но для гриппа Характерна Все-таки Очень высокая температура И отсутствие Первые три дня Катаральных явлений А если температура Сопознать С первых дней Насморком Кашляем Заложенностью носа Боли в голове И чиханием То больше Это похоже Все-таки На микрон А не на грипп Хотя Главная боль Присутствует При омикроне Но при Вот такая выраженная Массивная инсоксикация Роспотребнадзора Слость на гриппу А не микрону Ломота И тому подобное У взрослых Кстати Течет Более тяжело Именно в таком варианте Как похоже на грипп Легче спутать Да Марина Калан Как поддержать Иммунитет Ребенка В такой Непростой Эпид Период Ну если ребенок И с иммунитетом Родился с хорошим И не было никаких Тяжелых воздействий На организм Обычно иммунитет Остается хорошим Ребенком На протяжении Своей жизни Поэтому специальные Препараты Я абсолютно Категорически Против Любых Поэтому Какие-то Такие старые Бабушкиные Септы Побольше Ки Клюквенного Морса И тому подобное Я Сложь И целиком За них А взрослым? Ну взрослым Они в принципе Они дети Которые выросли В принципе Они ничем особо Так не должны Отличаться Кроме вредных Левичек У меня есть Рекомендации Минздрава Я чуть позже В эфире Прочитаю Как быть Точнее Как быть Лечиться Или не лечиться Взрослым Как раз Людям И как лечиться Если у вас Положительный тест Мария Николаевна У нас был Вопрос от слушателя Я честно говоря Его сейчас Потеряла Как В общем-то Не довести Я сейчас пытаюсь Перефразировать До осложнений В виде Бронхиолита Бронхиолита Заболевания Свойственны Обычно Детям До года От 6 месяцев И связана Особенностью Бронхиальной Системы Строения бронхов Когда мелкие бронхи При любом вирусе Особенно РС-инфекции Спадаются Вызывая Массивную Дыхательную Недостаточность Это свойственно Любому зимнему Периоду Я видела В статье О том Что коронавирус Свойственны Бронхиолиту Детей Я не очень поняла Какая здесь связь Спасибо Спасибо вам большое Мария Снегоцкая Врач-педиатр Кандидат Медицинских Наук Была в нашем эфире Андрей Изапатитов Пишет Озвучите Тему Низких Выплат По больничным Листам Гораздо Ниже Заработной Платы Особенно У молодых Работников В которых Еще и дети Люди Не изолируются Продолжат Ходить на работу Заражая Других Это характерно Для гриппа И для коронавируса Андрей Озвучила Ваше сообщение Поясните Пожалуйста Можете сейчас Написать Сообщение Еще одно Я его зачитывать Уже не буду С вопросом Что именно Вас интересует И мы тогда Попытаемся Спланировать Какую-то тему И поговорить Уже об этом Подробнее Вы сейчас Списали Факт Так и есть Что именно Чего вы хотите Ну к слову Люди у нас Ходят на работу И не только потому Что они не хотят Брать больничное А просто по каким-то Соображениям И тем кто У кого положительные тесты Не считают нужным Соблюдать Самоизоляцию Дому Ходят по магазинам И так далее В общем Может быть Это не только связано С выплатами По больничным листам Но и с какими-то Другими моментами Обещала я вам Рассказать о том Какие рекомендации Минздрав дал Болеющим сейчас Если форма Легкая И человек взрослый Вы способны Оценить Как переносить вирус Минздрав Советует вам При отсутствии Симптомов Температуры Но положительном Тесте на коронавирус Вообще Никак не лечиться Но Соблюдать самоизоляцию И измерять температуру Раз в сутки Мало ли что Изменится В случае Если у вас Нет результата ПЦР-тестирования Вам меньше 60 лет У вас нет Хронических заболеваний Но Есть кашель Насморк Першение Боль в горле Повышение температуры До 37,5 градусов Рекомендации Следующие Остаемся дома Носим маску Чтобы не заразить Своих родных Проветриваем Помещение Раз в 3 часа Пьем не меньше 2 литров воды В сутки И трижды Уже трижды Измеряем температуру И уровень сатурации Я напоминаю Что он должен быть Не ниже 95% А также Использовать Можно противовирусные Препараты Капли для носа Либо солевые растворы И средства Для полоскания горла Кому нужно подробнее И кому интересно Все эти рекомендации Есть на сайте Минздрава И тут конечно Наверное Самая важная рекомендация Для тех у кого температура Выше 38 градусов Потому что здесь Уже нужно Подключать Какие-то дополнительные Препараты И как минимум Позвонить Если врача вызвать Не удается Нагрузка на систему Здравоохранения Сейчас колоссальная Как минимум Позвонить По номеру 122 Там вам Дистанционно Попытаются Дать какую-то консультацию Медицинские Медицинские сотрудники Спасибо вам большое За ваши сообщения Я прощаюсь с вами До завтра Завтра у нас четверг А в пятницу Мы уже с Игнатом Бушухиным Запланировали тему У нас в гости придет Представитель Можелинспекции В прошлый раз Она у вас вызвала Живой интерес Поговорим в том числе О перепланировке Жилья